Всем салют, всем привет! Хотел сегодня вас повеселить, рассказать немножко о Вьетнаме, потому что многие мои друзья не понимают, откуда у меня такая любовь к Вьетнаму. Хотелось просто поделиться своими ощущениями, впечатлениями. Ну вот, вчерашние события немножко все сдвинули. Про Вьетнам я расскажу как-нибудь вам в другой раз. Сейчас хочется поговорить о том, что произошло вчера в Москве. Ну, конечно, опять на повестке дня у нас Навальный. Я, когда делюсь своими какими-то ощущениями, впечатлениями или мыслями, вы поймите, что я не пытаюсь навязать их кому-то. Я говорю, почему я думаю так, в принципе, аргументированно. Поэтому я не собираюсь кого-то склонять на сторону любви к Навальному или что-то еще. Это мои ощущения. Время мне позволяет более-менее читать все новости, разнопланово смотреть, то есть альтернативные какие-то точки зрения, не пользоваться федеральными каналами нашими, которые уже давно себя ниже Плинтуса опустили, что доверять им просто, ну, это не уважать себя. Понятно, что у всех правда своя. И мне просто интересно, как поклонники, ой, поклонники наоборот, недоброжелатели Навального сначала говорят, что это кремлевский проект, потом они говорят, что это проект Госдепа. Ребята, вы уже определитесь, чей он проект все-таки. По моим ощущениям, когда Навальный прилетал в Хабаровск, я был на этом митинге на памятнике партизанам, снимал это все. Я могу сказать, что то, что ему ставят в упрек, что он блогер, все говорят, да, он не политик, он блогер. Любой политик в данных реалиях, он должен быть блогером. Посмотрите на Трампа, ведь он не вылезал с Твиттера. Поэтому умение разговаривать не только на телекамеры, на федеральных каналах, но и умение владеть аудиторией, в частности, молодежной аудиторией в интернете, это огромный плюс. Поэтому, когда говорят о Навальном как о блогере, так вы хвалите его этим. Поэтому я не понимаю, тут одно другому не противоречит. То есть человек, который занимается политикой, почему он не может быть блогером, тем более, что большинство политиков сейчас действительно ушло в сеть. Да, тут в сети сейчас тоже небезопасно. Мы видим, насколько у нас законы сейчас работают, не работают. Для одних работают, для других не работают. То есть работают избирательно. Это как раз и говорит о кризисе и судебной системы, и власти. Ну, то есть история циклична. И все это можно проследить, читая, там, я не говорю, там, обращаться к 37-му году, да. Но ведь в других странах происходило все подобное, раньше, позже. Ну, все, в принципе, предсказуемо. Поэтому нужно понимать, что когда-то все равно эта система падет. Очень жаль, что не удалось идти к светлому будущему, да. У нас СССР развалили, не удалось. Потом для страны это всегда плохо, когда такое происходит. Поэтому я удручен, и, ну, выхода другого нет. Потому что эта власть просто оборзела, просто цепляется зубами за власть, да, за свою. Потому что понимают, что придет другая власть, она эту власть просто посадит. Я не говорю, что расстреляет, но посадит это точно. Поэтому про Навального, наверное, я поговорю позже. Сейчас я больше такое общее скажу, что я думаю. Даже ссылаюсь. Вот далеко не надо, да. Мне было интересно наблюдать, как лозунги в Хабаровске менялись. То есть сначала эти лозунги были только за Фургала. Потому что я много стримов смотрел. Сам на трех акциях был в поддержку Фургала. Ну, я могу это говорить от первого лица, потому что я это видел собственными глазами. Потом лозунги немножко стали московскими. И последняя стадия, когда они стали уже, как сказать, ну, такими же, как у тех, кто поддерживает Навального. То есть лозунги меняются по мере того, как люди осознают, понимают, что их власть не слышит, что она обнаглела, что никакого результата и какого-то честного судебного разбирательства не будет. То же происходит с Фургалом. Я уже много раз говорил о том, что я не поклонник был Фургала. Но теперь я понимаю, что человека просто пытаются задавить. Ну, собственно, то же самое, что делают с Навальным. Я не понимаю, каким сроком может ограничиваться вот то, что делают с Фургалом. Доказательств никаких нет. Они нам все время обещают, что вот такого-то числа суд окончательно предъявит объединение Фургалу. Подходит это число, говорят, нет, нет, еще идут следственные действия. Объявляют другую дату. Происходит то же самое. Слушайте, ну полгода, за полгода следственные органы не могут ничего накопать. Ну, презумпция невиновности, как же. То есть человек невиновен, получается, раз вы не можете предъявить ничего ему. Почему его держат? То есть его так можно 5-10 лет держать не на зоне, а в СИЗО. Так получается? То есть изводить его таким образом? Я не понимаю этой судебной системы. Может быть, кто-то мне в комментариях объяснит. Но у меня такое впечатление, что суд действует по указке Кремля, там, не Кремля, но каких-то высших там, кого-то из высших эшелонов власти. И суд несправедливый. Вот мое ощущение как человека. Я смотрел несколько заседаний, там, то, что просачивается в прессу, в интернет, потому что это все не снимают, потом все закрытые заседания. Но то, что я слышу, говорят адвокаты, поэтому мне это непонятно. То же самое, в принципе, происходит и с Навальным, только в других масштабах. Если спросите меня, верю ли я в отравление, да, я верю в отравление, потому что это уже не первый раз. Начнем с Литвиненко, которого за границей, главное, все доказывает, все предоставляет, а наши говорят, не, не, это не я и хата не моя. Зачем тогда мы вообще, смотрите, статус у нас сейчас непонятный у России. То есть даже после того, как Путин изменил Конституцию, где он там что-то поменял, именно в отношении судебной системы, там, по-моему, что наш Верховный суд превыше международного. Что-то такое там вносили. Но в силу того, что Россия входит во всякие... Ну, то есть у России есть обязательства, которые она взяла, там, с одной страной, с другой страной, с Евросоюзом, с Америкой. И она не может просто так, меняя Конституцию, не выходя из тех договоренностей, делать теперь все, что хочет. Почему, собственно, и решение ЕСПЧ Россия вынуждена выполнять. Ну да, там, если уж прям совсем что-то такое, что там отпустить, он не виновен, они, конечно, этого не делают. Но, по крайней мере, все денежные компенсации, что присуждает ЕСПЧ, они все выплачивают исправно. В частности, Навальному они выплачивали несколько раз. И гонорары там идут в евро, огромные. Поэтому я не понимаю того, что происходит у нас сейчас. Несколько экспертиз Навального, там, ну, то, что были там Шарите, да, сделаны. Там ведь несколько стран были подключены, они все разные страны, какая их заинтересованность. Я считаю, что независимые экспертизы, они доказали, что он был отравлен, там, ядом новичок. Из серии новичков. Что еще, какие могут быть доказательства? Какие требует Россия доказательства, я не понимаю. Человек говорит, меня хотели отравить. Пишет заявление, об этом всем описывая и рассказывая. Его, значит, просьбу возбудить уголовное дело отклоняют. На каком основании? Я не понимаю. Есть пострадавший. Вы обязаны завести дело. К чему оно приведет? Это уже вопрос второй. Вы должны его завести. Если не заводят под какими-то надуманными предлогами, я вот этого не понимаю. То есть, это однозначно идет, вот, как сказать. То есть, гниль системы, она уже настолько явно видна, что, ну, понимаешь, что недолго осталось ждать, так скажем. Видео 10 минут, иначе Инстаграм меня не зальет. Поэтому пока остановлюсь. В следующем видео прокомментирую то, что я видел всю ночь. Вот смотрел стримы из Внукова Шереметьева. И все, что я по этому поводу думаю.